Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Hardwood. Сегодня хотел бы поговорить о том, как из сверла сделать спиральную фрезу. Кто-то уже раньше видел подобное видео, но сейчас нет возможности его восстановить, поэтому я думаю, что есть смысл переснять все заново. Во-первых, что хотел отметить. Результат, повторяемость его очень хорошая, но от сверла не ждите каких-то сверхъестественных способностей. Все-таки твердосплавная спиральная фреза гораздо лучше, чем вот такое сверло. Хотя, с другой стороны, сверло стоит 20 рублей, фреза стоит восьмерка, где-то в районе полутора тысяч. Поэтому решать, конечно, вам. Мое дело показать, как это выглядит, как это сделать проще. Итак, приступим. Итак, с чего же начать? Начать нужно с маркера. Прежде всего, мы будем точить две спирали абсолютно одинаковые. И чтобы нам не ошибиться, нам нужно одну спираль пометить. Вот я беру и закрашиваю одну спираль маркером. Прежде чем приступить непосредственно к заточке, нам нужно понять, какие действия нам надо произвести и какой результат нам нужен. Какого результата мы хотим добиться. Начнем с чего? рассмотрим, какое сечение в срезе имеет сверло и фреза. Чем они отличаются. И сверло и фреза делаются из цилиндра. Одинаково у них сделаны практически одинаково вот эти выемки, которые обеспечивают наличие режущей кромки у сверла и у фрезы. Но если у сверла существует, вот здесь вот мы можем видеть возле режущей кромки полочка. Это цилиндрическая часть. Она обязательно присутствует у любого сверла. И дальше идет у нас ступенька и дальше идет вот здесь заточка. То есть ступенька и дальше опять идет цилиндрическая часть. Это что касается сверла. Если же рассматривать фрезу, то максимальный диаметр вот этот вот у нее только в одной точке. Это режущая кромка. Дальше в любой точке, в любой другой точке фрезы в сечении радиус или диаметр меньше. Затыловка нужна во-первых для чего? Лучше аэродинамические свойства, то есть воздушные потоки, вот здесь вот, которые проходят, они лучше охлаждают фрезу. То есть вот если мы возьмем цилиндрическое отверстие, в котором вращается фреза. Во-первых, вот здесь вот происходит движение воздуха, фреза лучше охлаждается. Во-вторых, режущая кромка. Она здесь резанию не препятствует совершенно ничего, у нас только одна точка касания. И в-третьих, вот эти вот вихривые потоки, которые здесь же опять же проходят, они способствуют лучшему стружкоудалению. Таким образом, если мы берем сверло и стачиваем вдоль по спирали, вот сейчас покажу, вот в качестве образца можете видеть. Здесь блестящая светлая такая вот кромочка. Это уже сделана проточка. То есть за один проход мы снимаем сначала вот так мы снимаем, потом вот так снимаем, вот таким методом, пока не дойдем до нужного профиля. То есть вот такими мелкими-мелкими полосками мы снимаем и делаем затыловку. Затыловка должна быть обязательно на одной грани и на другой. Сейчас я расскажу, как это будет делаться. Рассмотрим станок. Вот этот конкретно станок, хоть он и бытовой, и не совсем хороший, но он подходит очень хорошо для заточки фрез. Подходит почему? Вот здесь сверло приходится держать под определенным углом. И в данном случае здесь практически сверлу ничего не мешает. В других станках вот эта щека, как правило, отстоит намного дальше от камня. Там сверло совсем пологом расположить в камне не получается. Теперь о том, как будет происходить нарезка вот этих спиральных канавок, которые дадут нам затыловку. Нарезка осуществляется следующим образом. Вот если мы приложим сверло, положим его так, чтобы оно касалось двумя точками. Вот на это ребро двумя точками, например. Одна точка этой канавки и противоположная точка канавки. Вот все. Положили, придвинули и мы можем видеть, конкретно какой точкой нарезки сверло касается камня. Если мы меняем угол на более пологий, то мы видим, что у нас точка касания смещается к режущей кромке. Я не советовал бы сразу приближаться к режущей кромке. Нужно как можно положе задать положение сверла. Также, в зависимости от наклона, более горизонтально, более под углом, также при горизонтальном расположении, у нас происходит затыловка вот этой задней части. Затачивать будем следующим образом. Я очень еще хотел заметить один момент. Мы будем прижимать сверло пальцем и протаскивать его. Прижимать и протаскивать. Вот таким образом. Но поскольку у нас кромка затачивается, а мы пальцем прижимаем, то вот эта кромка режет палец. Намотайте пластырь, намотайте изоленту, что-нибудь такое, что защитит ваши пальцы. Для чего одна канавка у нас черная, одна белая. Мы сначала протачиваем белую канавку, потом под тем же углом протачиваем черную канавку. Это обеспечит нам равномерное снятие граней. Потом задаем другой угол. Опять протачиваем белую канавку. Дальше протачиваем черную канавку. Что еще хотел сказать. При вращении сверла, насколько хватает длины пальцев, не следует стремиться к тому, чтобы заточить всю режущую кромку сверла. Все равно всей рабочей длиной вы работать не сможете. Это во-первых. Во-вторых, сверло ослабнет и получившаяся фреза будет очень мягкая. Она будет петь. То есть она будет вибрировать. При вибрации получается следующее. Фреза из-за своего дребезга начинает выхватывать материал. То есть, если, допустим, это фреза восьмерка, то вполне возможно, что своим кончиком из-за дребезга она профрезирует нам и 8,5 и 9 миллиметров. Это не очень хорошо. Поэтому не стремитесь сделать максимальную длину. Я позже, когда мы посмотрим, как происходит заточка, вы увидите, что заточка закончится где-то вот здесь. Нам придется отрезать где-то порядка двух с половиной сантиметров от длины сверла. Это ничего страшного. Это совершенно нормальное явление. И дальше мы проведем тест этой получившейся фрезы. Еще хотел посоветовать немножко водички иметь под рукой. Фреза будет очень сильно греться. Прошу не судить, строго закрылась, потому что сейчас я расположил станок так, чтобы было видно, как происходит заточка. Мне точить, конечно, не совсем удобно. Но важно, чтобы сейчас был понятен сам принцип заточки. Располагаю упор так, чтобы мне было удобно. По своему опыту скажу, что гораздо удобнее, чтобы упор был вот так немножко под углом. Это позволит нам менять угол от более горизонтального до более крутого в более широких пределах. Итак, самое главное теперь не ошибиться. Давайте как в шахматах. Белые ходят первыми, поэтому заточку начинаем от белой грани. Теперь еще момент, где будет начинаться у нас сама заточка. Ну, вот, например, вот здесь заточка у сверла начинается вот в этой точке. Примерно на эту точку мы будем рассчитывать. Вот. Можно даже сделать вот что. Нарезка у сверла начинается вот здесь. Ставим риску карандашом либо маркером. Давайте поставим маркером. Вот на эту риску мы будем ориентироваться, когда будем устанавливать начало спирали. Итак, начнем. Вот давайте посмотрим. Вот нарезка одна, вот нарезка другая. Мы видим, что они располагаются в одинаковых местах. Вот. Теперь, если мы наклоняем сверло в другом положении, допустим, мы делаем более крутой наклон в эту сторону, либо более крутой поворот сюда, то у нас вот эта канавка, которую мы только что снимали, она приближается сюда к режущей кромке. Далее под другим углом затачиваем снова белую грань. Вот. 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 И вот еще одна хитрость небольшую. Точится впоследствии вот именно рабочая кромка. Со всем легким нажатием мы двигаем сверло вперед-назад. Можно даже так. Вот. То есть тут съема материала практически не получается. Вот. И смотрим. Съем материала его очень трудно предугадать, но именно за точку режущей кромки ее сразу видно. Когда мы точим, у нас стружка летит за фрезой здесь внизу. Как только стружка начала вылетать вот сюда спереди, это значит, что режущая кромка непосредственно находится в контакте с диском. И, соответственно, вот эта стружка, которая летит по кольцу горячая, она часть попадает вниз, а часть ее уже срезает этой кромкой и она выскакивает сюда вот на переднюю кромку. Сейчас вы все это увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Вот как вы только что заметили, искры летели уже сюда на передний план. И вот теперь мы видим, что блестящая кромка пропала. Немножко фреза кривовато. Значит, смотрите еще момент. Вот здесь, в начале фрезы, здесь, конечно, очень все некрасиво получается, потому что довольно трудно в начале очень хорошо позиционировать сверло. На самом деле ничего страшного. Вот эта часть нас совершенно не волнует. У нас режущая кромка начинается вот от этой части. И смотрим, до какого места у нас получилась хорошая заточка. Вот по этой грани... Сейчас мы берем маркер. Вот по этой грани вот до сюда заточка получилась. А по черной грани вот до сюда. Ну, чуть-чуть меньше. Вот. Вот. Вот, значит, по эти поры мы будем отрезать нашу фрезу. Вот такой длины получается фреза. Ну, я думаю, не стоит показывать, как резать болгаркой. Это умеют все. Я сейчас обрежу и принесу, будем затачивать кончик этого сверла. То есть теперь это уже не сверло, это теперь фреза. Теперь, что касается заточки кончика. Я немножко болгаркой снял приблизительную форму. Теперь нам для того, чтобы сделать усы более правильной формы, мы крепим закатовку вот такую, любую деревяшку, любой упор. Он задаст нам направление. И точим. Сначала затачиваем одну сторону, потом затачиваем другую сторону. Вот так это будет выглядеть. Усы одинаковой длины. Все, этой фрезой уже можно пользоваться. Итак, черные и белые канавки отмечены. Сейчас я в режиме нон-стоп. Я постараюсь без остановок, без ничего снять, как происходит заточка. Вот так вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, теперь будет более понятно Если присмотреться, я сейчас еще сделаю фотографию, приложу к видео Вот наши несколько проходов Это плавно-плавно-плавно от затыловки к режущей кромке Вот здесь мы приближались И за счет того, что мы под одним и тем же углом проходили сначала одну грань Потом переворачивали другую Аналогично, такие же точно Вот они, эти канавки, их столько же Они расположены и на другой кромке Обе кромки режущие, острые Вот Теперь точно так же смотрим Здесь вот режущая кромка Дальше у нас вот здесь вот брак пошел А на этой грани вот здесь Ну вот примерно одинаково Вот эта фреза чуть подлиннее получится Сейчас отрезаю И затачиваю торец Так, фрезер готов к работе Ну и я надеюсь, все помнят из курса трудового обучения школьной программы Что равно тому, как сверло нельзя зажимать в патрон вплотную к концам нарезок Так же здесь поступаем с фрезой Хвостовик у нас не закаленный А вот тело у нас как раз закаляется Поэтому если зажать эту фрезу вплотную вот досюда То она отломится, это прям, ну не сто процентов Но процентов 70 вероятностью, что именно произойдет излом Теперь что еще хочу сказать Благодаря тому, что здесь у нас есть два режущих уса Эта фреза у нас по всей логике Должна заходить при нажатии в материал Так же она должна резать Мы попробуем кромочку Эта фреза называется верхний рез То есть она будет резать стружку, поднимать вверх И будет делать чистую нижнюю кромку А вот здесь вот возможны сколы Это мы сейчас все проверим Я устанавливаю глубину примерно на миллиметр меньше, чем толщина доски И заводим фрезу в материал Вообще идеально А теперь попробуем фрезеровать Ну слышали наверное, что фреза поет Это в принципе явление нормальное То есть вот смотрим, на дубе фреза работает довольно таки неплохо Вот, ну здесь конечно у меня видно, что рука дрогнула Фреза все-таки делает риски Если приловчиться, то вот этот рез он выглядит очень аккуратно Чуть позже я выложу свое видео, в котором я проводил тест шипорезки Вот там как раз использовалась в работе вот такая самодельная фреза И результат, ну я все это на фотографиях положу, которые будут приложены к видео Там рез очень гладкий и чистый Вы можете это увидеть сами А теперь вот это вот наша первая фреза Вот, кстати говоря, здесь Заточка получилась намного лучше Давайте посмотрим Эта фреза практически не пишет У нее Ну можно сказать даже практически нет продольных полос Вот, единственное, что она поет Но эти фрезы, да, вот у них такое свойство, что при слишком большой длине они поют Ну что же, друзья, подведем небольшой итог Сегодня мы из вот такого дешевого сверла сделали довольно-таки неплохую спиральную фрезу По работе с вот такой спиральной самодельной фрезой у меня будет отдельное видео, о котором я говорил Изготовление табурета Здесь в этом видео будет представлен тест самодельной шипорезки ФМТ Я уже об этом упоминал Многие из вас, наверное, видели на мастеровом тему по изготовлению самодельных шипорезок Весь фото и видеоматериал уже подготовлен Теперь остается его обработать и выложить Следите за обновлениями Подписывайтесь на канал Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте Я всегда с удовольствием на них отвечу Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok